В российских регионах продолжают развивать систему «Безопасный город». Как будут дальше реализовывать этот проект, обсуждали члены российского правительства. В видеоконференции принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. С каждым годом в республике становится все больше безопасных улиц. За соблюдением порядка в муниципалитетах наблюдают более 10 тысяч видеокамер. Только по итогам прошлого года «Большой брат» помог выявить более 900 правонарушений. Но далеко не в каждом регионе эту программу реализуют так успешно. Недостаток финансов – одна из основных причин, но есть и другие. Продолжается хаотическое внедрение отдельных систем 112, систем видеовредения, фото- и видеофиксации, глонасс, оповещения населения, вне рамок, которые были заданы в концепции построения и развития безопасного города. Примеры такого внедрения – это Ростовская, Мурманская, Костромская области, Республика Дагестан, и Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийский автономный округ. Я прошу МЧС России организовать тщательную проверку внедрения сегмента в безопасный город в этих регионах и доложить о результатах. В ряде городов для видеоконтроля закупают устаревшие камеры. В некоторых регионах аппаратный комплекс и вовсе работает отдельно от системы 112. Специалисты выявили немало нарушений, которые необходимо устранить сжатые сроки. Участники совещания в Москве предлагают разработать федеральный закон о развитии комплекса «Безопасный город». Актуализировать сроки плана реализации концепции. Согласовать с заинтересованными федеральными органами, исполнителем власти регламенты межвентарного взаимодействия и финальный вариант единых требований к техническим параметрам сегмента ПК «Безопасный город». Еще одна задача – включить в систему «Безопасный город» камеры наблюдения частных организаций. Приоритетным, пожалуй, сегментом этой всей концепции должна быть система по предупреждению криминальных угроз. С этим тоже нельзя не согласиться, потому что это наибольшее вызывает опасения населения. Но, тем не менее, весь спектр рисков других, техногенных, природных, прочих других, безусловно, заслуживает комплексного рассмотрения и внимания. В Чувашии комплекс «Безопасный город» обойдет и дополнительные функции. В ближайшее время в республике намерены разработать системы по контролю за окружающей средой и коммунальными сетями. Продолжат устанавливать видеокамеры и в общественных местах. Итоговые доклады участников видеоконференции взяли на карандаш члены рабочей группы по развитию аппаратного комплекса в Чувашии. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.